Здравствуйте! Сегодня мы находимся в Севастополе. Мы приехали в гости к родне на пасхальные праздники. Пока я в отпуске, мы будем находиться тут. Находимся мы в районе Жудилова и перед нами открывается вот такой вот вид на Севастопольскую бухту. Севастопольская бухта у нас примечательна военными кораблями с заводом Арсенал и куча-куча таких плавающих мастерских. По той набережной, где мастерские, не знаю, будем гулять или нет, может покажу вам. Опять-таки, этот район находится на холмах. Холмистая местность. Тут, чтобы доехать по району, везде какие-то серпантины. Рядом находится у нас Инкерман. С Инкермана, чтобы подняться к нам сюда. Вот это вот здесь есть у нас Троицкая, остановка Троицкая на катере. Можно с Инкермана добраться на катере. Можно на автобусах, на машинах. Но от Инкермана сюда дорога идет в серпантин. Конечно, небольшой. Холмы невысокие. Тем не менее, дорога довольно-таки ушатывающая. Вся местность, как я уже сказала, гористая, холмистая. И частный сектор расположен вот на таких холмах. Что здесь хорошо, здесь мало машин. Машины в основном те, которые люди живут, работают. И все-таки свежий воздух. Маршрутки отсюда ходят в любую практически точку Севастополя. Доехать не проблема. В районе Ждилова у нас находится Малахов курган. Хотела вам его показать, но там сейчас идет обширная реконструкция всего парка. И прогуляемся с вами, наверное, все-таки мы в лес. Лес у нас в 20 минутах ходьбы отсюда. И в Штольне. Покажу вам, что это такое. Сейчас тут, конечно, очень тепло, хорошо. Много деревьев уже подцветало. Персик заканчивает свистеть. Сейчас цветет грушу там. Такое время очень приятно было в Севастополе. Вчера ездили в город. Ну, в другой конец практически города. Это герои Сталинграда, недалеко от Парка Победы. Ну, отсюда это 50 минут езды на маршрутке. Для тех, кто не любит общественный транспорт и кого укачивает, это, конечно, тяжело. Я, например, почему люблю небольшой, свой маленький, вернее, город Армянск, потому что он именно... Там все в шаговой доступности. Там можно не ездить на маршрутке и везде ты дойдешь пешком. Здесь надо, конечно, чтобы с одной части города добраться в другую, садиться на маршрутку. Загазованность в городе очень большая, транспорта много. Ну, пробок я особых не видела, но, выходя из маршрутки, чувствуешь, как тебя укачивает. Укачало и чувствуешь, что свежего воздуха практически нет. Ну, люди, которые тут живут, видать, к этому уже привыкли. Так что я люблю здесь бывать в гостях, но постоянно жить... Вот я не представляю, чтобы жить постоянно в таком городе. И, опять-таки, цены на жилье... Однокомнатная квартира стоит 4 миллиона рублей. Вот такие вот цены. Для сравнения, у нас в Армянске это 600 тысяч. Как бы, не знаю, кому это доступно, может, кому-то доступно. Она не понимает, за что платить такие деньги. Давайте еще разок полюбуемся природой. Ребят, мы находимся рядом где-то со штольнями уже. Вот там у нас выход из бухты в море. Вот эта вот вся бухта у нас как на ладони тут. Вот это вот плавучие мастерские. Туда загоняют корабль и ремонтируют. Напротив у нас северная сторона. А вот с той стороны у нас им керман. Вот тут ребят ремонтируют кораблики. Катера, корабли. Шум стоит, работает, закипит полным ходом. Внизу у нас вот какие-то сооружения. Места интересные. Когда-то здесь добывали камень. Сейчас здесь какие-то предприятия. Тут же жилые дома рядом. Скалы. Такие вот. Развлечения для детей. Скалолазы маленькие. Лена, смотри аккуратно. Какие, ребята, улочки-переулочки тут. Вот так вот люди живут, строятся. Кто-то небольшие домики, а кто-то целые особняки вот на таких вот участках, на таких горках. Воздух тут чистый, но подъезды, конечно, неудобные. Вот такие вот дороги. О дорогах тут, наверное, не мечтают. Вот такие вот улицы. Вон там большой котель стоит. Сейчас мы выходим где-то должны к школе, к детскому саду выйти. Дома стоят больших денег, а вот асфальта тут даже близко нет. Сверху церковь стоит. Ну как-то мы вышли на сторону, где вот наверху вот школа. Сейчас были, то все у нас дачи идут. Там многие дачи, которые живут постоянно люди. Вот это у нас церковь. Школа. Ну вот мы выходим. Это вот дорога, в которой ходят маршрутки. Тут внизу у нас торговый центр. Можно сказать, вышли к цивилизации. Детская площадочка поставлена. В церкви прям. Для деток. Да, вот цветочки такие цветут красивые. Вообще сейчас по всему Севастополю цветут тюльпаны. Красивые тюльпаны. Такой тут вид. Море сливается с небом. Такой вот райончик Жидилова. Это окраина района тоже. В принципе район очень большой. Ну вот мы на нашей улице мореходная. И идем уже домой. Вот такая была у нас прогулка. По горкам. Дети устали. Довольно таки долго погуляли. Такое вот место в Севастополе. Интересное. Спокойное. Спокойное. И красивое. Продолжение следует.